алексей хотели с вами обсудить спор от мая этого года любопытная вещь любопытное разбирательство касающиеся вознаграждения управляющих ну я напомню кратко суть она такая достаточно простая и известная управляющий вел процедуру все отвел и дальше обратился за вознаграждением попросил порядка полумиллиарда рублей в итоге верховный суд отправил на пересмотр сказал что надо посмотреть повнимательнее что-то многовато и что самое любопытное подвязал разумность вознаграждения под количество трудозатрат и вот в основу как раз таки обоснованности он поставил трудозатратность и вот как-то это вызвало такой достаточно ну резонансную реакцию юридического сообщества и спорили и во многих там клубах это обсуждалось и как-то к единому мнению попытались прийти но как-то все в процессе на ваш взгляд как вы в принципе оцениваете позицию согласны ли вы с подходом который верховный суд занял или все-таки в чем-то была ошибка причем знаете еще вот сразу дополнительный вопрос как на ваш взгляд тема раскрыта ли тема риска деятельности управляющего ли нужно ли было учитывать верховному суду вопрос рисков и учел ли он это в целом да там же было два дела вот если смотреть и они в один день и там что удивительно да не многие обратили внимание оба дела из саратовского армитражного суда и там вот одно дело там на 500 с чем-то а второе там почти 600 миллионов и мне кажется у судей суда когда они получили две жалобы вот по таких делам наверно была какая-то реакция что они там себе позволяют почему я почему не согласен с позиции верховного суда на что мне не понравилось я думаю что это думал до последнего времени что это первый шаг в поисках такого баланса да что надо что-то сделать да и верховный суд мне кажется не самую удачную модель привел он перечислил вот те действия которые гипотетически возможно в процедуре тогда включение требований субсидиарка сделки там продажи имущества еще какие-то моменты есть и он сказал что если ты все это делал да ты получаешь все возник рождения а если ты это не делал в том числе по объективным причинам из-за того что не надо было делать ну нет дебюторки я ее не взыскивал или там не было имущество вначале что мне не тренирует то ты не можешь претендовать на все и мне кажется что вот эта позиция неправильная я думал что ну пока верховный суд в поисках и может быть что-то поменяет но вот вышел обзор по управляющим и там они скопировали эту позицию сказали вот тут у нас есть там сколько-то 8 возможных действий обобщенных если ты сделал не все на или там я не говорю про некачественную работу я говорю вот просто про вот этот количественный критерий да ты должен делать все эти действия я вот с ним совершенно не согласен потому что возможно в деле об антросте ты смог погасить реестр за счет того что там реальных бенефициров очень долго привлекал к ответственности доказал их связь с обществом и в этой части как бы говорить о том что а вот теперь нам а дебюторку ты не взыскивал да может и там взыскал я не знаю в англии с них долго судился но дебюторку что не взыскал а надо дебюторку взыскать извинение получилось поэтому вот это первый момент почему мне не нравится данная позиция концептуально я поддерживаю верховный суд в той мысли что вознаграждение она тогда может быть чрезмерным да и что не во всех случаях тогда возможно утверждение вот такого большого вознаграждения на 500 миллионов рублей но и концептуально также да я за регрессивную шкалу то есть там маленькое дело об антросте условно погасил миллион тогда получаешься может быть даже 30 процентов если погасил совсем много то получается за какой-то небольшой процент но вот та позиция которую занял верховный суд почему она не нравится во-первых потому что странный критерий вот у нас есть действие это должен все выполнять а во-вторых потому что верховный суд почему-то не занимается минимальным вознаграждением управляющего я считаю что они вполне могли бы передать какое-то дело и сказать что фиксированное вознаграждение 30 тысяч рублей вообще можно как бы по умолчанию увеличивать там натуре инфляцию потому что у нас федресурс расходы на публикацию на федресурсе в коммерсанте индексируется на инфляцию минимальный 30 тысяч рублей никогда не индексируется кроме того здесь действительно важный какой момент рисковая составляющая потому что управляющий я уверен что вот по этим делам платил очень дорогую дополнительную страховку как бы вот нет сомнений что она стоила у него может быть там даже и не один миллион рублей и он ее платит сейчас а вознаграждение он возможно получит а возможно не получит когда-то потом и раз у нас законодательная модель такая что вознаграждение управляющего это процентная и деятельность во многом носит венчурный характер то мы должны и доходность такую же вычитывать то есть если мы говорим что управляющий ты везде платили свои до страховки а компенсировать их за счет массы никогда не можешь и кроме того есть процедуры где ты и в целом вознаграждение может получишь может не получишь потому что суд тебя назначит без внесения денег на депозит а в конце выяснится что денег тебе не хватило это все твои предпринимательские риски а когда вознаграждение мы будем оценивать мы будем оценивать как будто бы ты вот в этом деле мы посчитаем сколько юрист должен получить и все а все твои дополнительные риски в том числе административной ответственностью расходы на дополнительные страховки мы как бы в целом учитывать не будем поэтому мне кажется что вот верховный суд в этой части вот ну в общем я поддерживаю что такое вознаграждение возможно оно неадекватно да ну другой стороны я не знаю что конкретно там делали управляющие в этих делах но так со стороны кажется что это очень много но с другой стороны инструмент который предложил верховный суд я считаю что он ошибочен и также верховный суд должен был заниматься по другими вопросами а именно поднимать минимальный размер вознаграждения работа разных управляющих и давно бы занялся уже административной ответственностью в конце концов хоть одно бы дело передал и сказал как бы нельзя просто дисконтенсировать два два форма понят нарушения управляющим в целом стало бы жить легче поэтому возможно цель и благая но вот инструмент который предлагает верховный суд и который теперь закреплен в обзоре по управляющим я считаю что он коротко не верен и теперь просто управляющие должны как по чек-листу до в каждой процедуре где ты пытаешься что-то получить ага взыскание дебиторки у меня ее нет подам я оставательное обогащение проиграю ну галочку поставлю следующий раз пойду за вознаграждением скажу пожалуйста дебиторка я пытался взыскал не взыскался не получилось извините мне кажется это не верят а почему на ваш взгляд цель благая ну вот даже если мы принимаем то что ну хорошо есть может быть процедура где вот он зашел покурил бамбук там два месяца и получил много денег вот допустим зашел не конфликтная процедура просто залоговый актив он его выставил на торги продал и получил деньги ну пусть будет так ведь мы не принимаем тогда в расчеты риски управляющий когда заходит процедуру он берет на себя риски не знает что там будет он может придет а там на него 50 жалоб какие-то там отмороженные кредиторы которые на него давят угрожают и ничего не платят и пытаются взыскать с него убытки и так далее может зайти на процедуру где вообще все сладенько все хорошо и и все ну пусть вот как как пойдет так пойдет почему-то цель благая но если мы допускаем что с него могут что можно зайти в процедуру и уйти оттуда с миллиардными убытками теоретически что-то там не успеть где-то там ну как 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 как-то проиграться и в итоге много-много заплатить штрафов убытков то почему мы не открываем и в другую сторону вот этот шлюз ну может да зашел вот ему повезло он полмиллиарда поднял почему-то цель на ваш взгляд богат в чем но здесь как бы вот просто получается что у нас целом лотерея я захожу но мне кажется что законодательство не может так работать и я вот мы обсуждали этот же вопрос на казанском форуме и там была судья знаменитая судья на из арбитражных удач рябинской области которая достаточно активно да интересно на многих мероприятиях выступает и вот она тогда сказала что я никогда не снижаю возник рождения ну если вот тебе столько там попалось такое предприятие ну значит тебе повезло я просто за тебя порадуюсь ну мне кажется что вот этот подход он действительно какая-то рулетка мы все-таки должны какой-то вот механизм законодательный предусмотреть такое что много жалоб изыскиваем судебные расходы соответственно много чего пришлось делать надо увеличивать фиксированное вознаграждение а если ты вот ну вот гипотетический пример да так как у нас все-таки законодательство должно уметь отвечать на любые ситуации да и пойдем гипотетический пример понятно что вряд ли такое случится но тем не менее вели процедуру пришел управляющий на счете миллиардов и он просто сразу погасил весь реектор и пошел те 10 миллионов получать за 6 месяцев ну вряд ли такая работа даже с учетом рисков столько стоит я понимаю что когда на счете миллиард у тебя появляются какие риски кто-то украл твой компьютер и телефон и куда-то деньги перевели отвечать возможно будешь ты за это где скажут они уберем да у тебя был доступ через тебя это сделали на счете миллиард страховка сразу будет большой больше 100 миллионов она все равно будет хоть это деньги хоть банки все равно страховка будет больше возможно это там большая сумма большие кредиторы хорошие консультанты будет много жалоб но все это как-то можно оценить да и добавить вот как я говорю какой-то вот венчурность даже что твоя доходность не как у юриста тогда плюс страховка а с учетом того что риски какие-то есть и просто в моем примере я сомневаюсь что мы все равно должны выйти на 70 миллионов на что это какая-то другая сумма вот поэтому мне кажется что плоская шкала она все таки с моей точки зрения неадекватная что она должна быть потенциале до регрессивной нужно потому что тот же пример когда условно там всего миллион на ты взял и погасил и ты получишь там с этого там 7 процентов 70 тысяч рублей да тоже очень маленькая сумма условно если бы там там с миллиона получал 30 процентов 300 да а с миллиарда пол процента получал ну и за пол процента сколько 5 миллионов наверно мало до абстрактно то есть здесь насколько мне известно по по моему германии в том числе да вот такая регрессивная шкала по вознаграждению арбитражных управляющих но вознаграждение сам по себе должно учитывать и низкие а правильно ли верховный суд принял это решение в контексте текущего регулирования ну все-таки управляющий он заходил в процедуру с некими ожиданиями в части рисков допустим тех же он понимал что могут за искать убытки и так далее он почитал закон законе написано 7 процентов все вот он зашел поработал а в конце ему говорят что нет и причем вот насколько возможно придерживаться такого подхода который предложил верховный суд до тех пор пока не поменялось регулировать правильно ли это подход на ваш взгляд потому что вот то что вы говорите вот 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 эту шкала уравнять как бы так сделать вот венчурность но это такой это большой заход в части регулирования действующего законодательства на закон менять и причем так существенно подбирать рассчитывать коэффициенты и так далее если мы идем но у нас там нет такого закона как как же быть согласен с вами и тут можно даже ну вашу ходу привести такой аргумент если помните когда у нас поменялось вознаграждение процентное наблюдение когда достал по 60 тысяч рублей было одно или может больше дел в верховном суде когда верховный суд сказал что мы это вознаграждение определяем да на дату ведения процедуры когда управляющий соглашается они на дату когда он подошел за процентами извини теперь не 900 а 60 как бы так получилось это я согласен это довод такой справедлив но верховный суд что говорит то мы не меняем закон мы просто как бы новые смыслы находим в том что есть как у нас появилась субординация требования как был такой же пример когда верховный суд просто сказал что вот у нас на самом деле это было всегда я понимаю что на месте вы не знали бы так и жили на месте верховного суда стоило бы конечно издать какой-то плену да и сказать что ребят давайте вот мы в этой части будем жить так что для управляющего это конечно очень большой сюрприз потому что но он гипотетически да даже не гипотетически очень вероятно что он за свой счет финансировал процедуру крупные процедуры такой бывает нередко и он мог там условно даже деньги занимать чтобы ему финансировать вот эти расходы в том числе до страховку а в конце ему говорит извини не получилось поэтому закончить закончите мысль и тогда двигаемся дальше поэтому вот такая ретроактивность да когда все таки верховный суд прямо так вот строго говорит что а нет извините да и и притом что меня смущает в таких делах верховный суд не сказал как посчитать да он сказал вы там разберете он ведь вот смотрите там я уже не помню 8 что ли позиция не отметили до который должен делать а если он делал 6 из 8 пропорционально надо посчитать или что они они же даже не предложили там условно и смогли сказать из материалов я уверен что управляющий верховном суде это обосновывал я делал вот это вот это что это было тяжело что они могли бы сказать ну хотя бы какой-то ориентир дать чего отталкиваться потому что здесь у управляющих действительно теперь ближайший год да надо будет смотреть пока там по разным округам такие дела зайдут декатации чтобы понять а вообще на что я могу рассчитывать и поэтому я хотел как раз таки уточнить в этой связи как думаете а в будущем это определение будет пользоваться популярностью вот пойдут суды по пути того чтобы как-то корректировать вознаграждение вот как они для себя воспримут эти критерии того что в определенных случаях надо чуть-чуть снизить может это будет какая-то сумма от которой будет начинаться но такое подключение вот таких критериев и попытка снизить или от каких-то действительно трудозатрат то есть в будущем то мы увидим ссылки на это определение при определении вознаграждения позиция это будет жить с учетом того что у нас вышел обзор по арбитражным управляющим и там эта позиция перенесена то есть будут ссылки если не на эти определения там то на обзор точно как суды будут реагировать на это я не знаю я думаю что сейчас но судьи будут смотреть на своих соседей на других людей и смотреть кто первый начнет хоть что-то предлагать потому что там по себе вопрос как бы у нас если ты выполнил там все эти пункты ты получаешь все если выполнил хотя бы на 1 меньше включается судейского вот исходя из позиции включается судейское усмотрение и он скажет они 500 а 20 ты же выполнил не все как бы а никто не сказал что мы должны пропорционально считать и и вот это странно поэтому вот сам механизм он действительно изначально странный да и как его дальше разбить ниже стоящим туда совершенно непонятно исходя из чего они будут то есть здесь просто очень большое поле для судейского усмотрения я думаю самые разные традиции будут ну да я вот тоже думаю что может бахнуть какой-то момент вот случайно какой-то округ запустит эту тематику какие-то критерии предложат и тогда вся линейка пойдет а так вот непонятно как этим пользоваться из какой суммы вообще начинать вот все это запускать а где все-таки качестве такого примера да вот у нас по собседарной ответственности возможно снижение ответственности номинального руководителя если он там содействует деятельное раскаяние происходит а как сильно снижение непонятно и вот мы когда смотрели практику по кругам там как бы есть те кто снижает до нуля некоторые говорят а снизить до нуля нельзя потому что это освобождение а может только снизить кто-то снижает до 10 тысяч рублей кто-то до половины и просто вот ну тебе придет доверитель и скажет да вот такая ситуация что мне будет ты ему скажешь а я не знаю да тут блин до какой суммы могут снизить масса или управляющего тут то же самое исходя из чего конкретно будет решаться ситуация как сильно мы будем снижать размер взгляд рождения совершенно непонятно хорошо спасибо спасибо алексей за позицию за разговор но на следующая часть она не менее важная не менее серьезная мы как не готовились мы искали вопрос blitz она называется blitz очень серьезно новогодний blitz такой с подвохом проверены на цензуру вот почти согласованы с минюстом и с другими компетентными органами на цензуру ну вот мы нашли вопрос главное с рост реестром но мы работаем мы хотели обратиться как раз еще в рост реестр за согласованием вот сейчас у вас спросим и как раз пойдем в рост реестр по вопросам какой напиток самый невкусный на новый год алкогольный ну я занимаюсь спортом и не пил алкоголь но когда пил мне не нравилась водка хорошо новый год дома зимой или в теплых странах дома зимой для меня это семейный праздник да стараемся с родителями что подарит дедушка мороз тем кто вел процедуру банкротства плохо дисквалификация какую поправку попросить на новый год у дедушки мороза закон о банкротстве отменить 1413 по крайней части есть тренд вот действительно многих беспокоит вот как какая-то есть вот общее ядро которое беспокоит большинство банкротных юристов потому что это очевидно не справедливость и вот верховный суд вообще этим не снимается это это странно да никто и законодатель тоже несколько помочь что что загадает на новый год банкротный судья арбитражного суда московского округа наверно поменьше касационных жалоб мне кажется что когда ты ходишь к судим большинство из них не то чтобы сильно заинтересованы рассмотрение дела но побольше интересных дел поменьше пустых жалоб я думаю вот я бы такое загадал если снимут сериал слова банкрота процедура на асфальте какие там будут группировки ну налоговая сбербанк управляющие хотел бы сказать что это чушь паныно будет обидно но в процедуре иногда ну короче тоже будет иерархия какая-то и чувствуется что вот где-то наверху будешь подсказано с банками и налоговой да хорошо можно ли детям говорить что подарки от дедушки мороза если это недостоверной информации насколько должен быть какая-то надежда и вера в сказку более в новый год все-таки оправдан я думаю что да да но публиковать это не стоит и такой заключительный фундаментальный вопрос общий такой вот единой линии алексей что общего между банкротством новым годом и женщинами вот так вот мы по кругу мы играем по кругу непредсказуемость а тут есть правильный ответ или нет правильный да ну есть как какой-нибудь есть какой-нибудь ответ ну тогда я бы выбрал непредсказуемость никогда не знаю что принесет новый год но женщинами как бы менее непредсказуемо да но почему-то есть такой миф дальше хорошо спасибо за блиц ну и под итог под занавес дадите какой-нибудь прогноз на 2024 банкротный какой-нибудь такой можно самый смелый самый дерзкий резкий мы готовы на все и какое-нибудь пожелание банкротный братвет на 2024 какой-нибудь самый смелый прогноз отменит закон о банкротстве да и посмотрим может быть и так все сложится ну в целом я надеюсь что примут хоть какой-то законопроект да когда у нас вчера или позавчера у нас верховный суд предложил новый законопроект принять на большой у нас законопроект где-то завис уже государственной думе я надеюсь что хоть какие-то подвижки в этой части начнутся а пожелание но не унывать что в целом искать что-то интересное увлекательное потому что процедуры банкротства станут скучными мне кажется бывает очень редко ну вот это вот это кстати да это верно